Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Новые ограничения на продажу алкоголя ввели в Кировской области. Под их действие попадут 147 объектов. Региональный закон, который приняли областные депутаты, допускает продажу слабоалкогольных напитков только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Это позволит исключить такие типы, как закусочные предприятия быстрого обслуживания и другие. Также закон ограничивает время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 часов до 8 часов в объектах общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных в жилых домах. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Уровень госдолга Кировской области достиг минимума за последние 10 лет. На конец 2023 года он составил 26,2 млрд, или 47% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, сообщила министр финансов Лариса Маковеева на пленарном заседании УЗС. И отметила, что несколько лет назад уровень долговой нагрузки областного бюджета приближался к критическому – 95% от объема собственных доходов. Расходы на обслуживание госдолга в прошлом году также снизились до исторического минимума и составили 55,8 млн рублей. Также отмечается, что в 2023 году область не привлекала кредиты кредитных организаций. Осуществлялись лишь краткосрочные государственные заимствования для реализации различных проектов, например, покупки автобусов и ремонта дорог. В эфире «Экономика». Администрация Кирова продаст иномарку. Постановление об этом опубликовали на сайте мэрии. Toyota Camry 2017 года выпуска независимые эксперты оценили в 2 млн 144 тыс. рублей. За эту цену ее и выставят на аукцион. Ранее мэрия уже поменяла две иномарки на три отечественных авто. Одна из них, белая «Лада Гранта», стала служебной машиной главы администрации Вячеслава Симакова. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.